ТОП 5 КНИГ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ РЫПЕРАМ РАЗВИТЬ СВОЙ РИФМОПЛЁТНЫЙ ТАЛАНТ? Да ваще изи, присаживайся, мы начинаем. Здарова, мазафакеры, меня зовут Дариан. Немногие знают, как круто зарифмовать свой текст, кроме подписчиков этого канала, ведь они знают схемы рифмовки, они знают всевозможные сложные рифмы, о которых я рассказывал вот в этом плейлисте. Но какой смысл иметь письку, если ты не знаешь, как ею пользоваться? Чтобы грамотно рифмовать, нужен хороший словарный запас, а для того, чтобы он был, нужно, конечно же, читать книги. Нет, журналы с голыми тетками, это не те книги. Камасутра тоже. Фу, выбрось, плохой рэпер! Учитывая то, что под одним из прошлых видео, посвященных сложной рифмовке, вы выразили желание узнать, какие же книги помогут наилучшим с***кообразом развить ваш рифмоплетный талант, а также вам захотелось узнать, какие книги читаю я сам, у меня возникла идея создать список из топ-5 авторов, которые помогут нам в этом. Ну и помогут, соответственно, увеличить наш словарный запас. Важная оговорка, мне показалось некорректным рекомендовать вам определенную книгу определенного автора. В этом топе я решил обратить ваше внимание именно на авторов книг, потому что каждое их произведение по-своему гениально. Ну и, конечно, я порекомендую книги, которые я читал сам. Хотя вы можете не опираться на мое мнение, просто выбирайте что-то из ранней писанины автора и читайте. Затем дальше и дальше, заодно увидите личностный рост каждого из них. Чё, книги? Хочешь, чтобы я нормально зарифмовал, просто подкинь мне чутка фольги, а не вот эту вашу бумагу? Нет, лучшего способа улучшить свой словарный запас, кроме как чтение художественной литературы. С этим вроде разобрались. Но я также посоветовал бы читать вам и стихи. Собственно, в списке, который я для вас приготовил, стихи также занимают свое место. Собственно, прежде чем мы начнем, нажми лайк под этим видео, а я пока подожду. И первый человек, который нас способен чему-то научить, ну, может, кто-нибудь знает? Ну, хоть кто-нибудь может? Да, о, красава, правильно. Маяковский, конечно. Я неспроста с него начал, ведь именно он считается батей отечественного рэпа. Маяковский являлся достаточно экспрессивным и бунтарным поэтом. Именно по этой причине он понравился даже школьникам, потому что он использовал в своих стихах что? Конечно, мат. Местами даже очень много мата. Тем не менее, он отлично владел рифмой и часто выражался метафорично. И это, несомненно, скажется на творчестве рэпера, ведь рэпера тоже часто выражаются метафорами. Нормальные рэпера, конечно, а не то, что там в топе сейчас висит. К тому же, Маяковский сочетал вместе со своей бунтарной натурой и натуру большого романтика. Это личное качество наполняет душой каждую строчку поэта. Но, когда речь заходит о романтизме и бунтарстве, нельзя упомянуть Иосифа Бродского. Именно он является вторым и последним поэтом в нашей подборке, но не по важности. Кроме того, что он был весьма резким на высказываниях человеком, он также был очень сильно пропитан драматизмом. Это ощущается и в его творениях. Непростая судьба поэта позволяла ему видеть мир с другой стороны, нежели ее видели обыватели. Ну, то есть мы с тобой. Ну и чтобы понять важность стихов Бродского для отечественного рэпа, ну, моих речей будет крайне мало. Многие рэпера сегодня часто перезачитывают текста Иосифа Бродского под бит. И делается это в основном, как ты понимаешь, в круглые даты, посвященные поэту. Когда речь заходит о Маяковском и Бродском, я могу лишь посоветовать вам отложить все свои дела в сторону, взять телефон, поставить на беззвучный и загуглить какой-нибудь сборник стихов этих двух прекрасных поэтов. Сначала может быть сложно, но потом вы заметите, как выпадаете из реальности в совершенно другой мир. В мир, где царит атмосфера любви, иногда неразделенной, тоска по родине, презрение политики и другие глубокие вещи. Пока мы не ушли в высокую материю, у меня возник вопрос на засыпку. Что необходимо рэперу в наше время? Конечно, качественное, недорогое сведение, ведь негоже музыканту самому писать треки и еще и сводить их. Кто так делает? Поэтому беги по ссылке в описании. Находи мою инсту, находи мой ВКонтакте, пиши мне и узнавай все подробности. Я сведу твой трек по красоте. Даже Кендрик Ламар в курсе, насколько крутое у меня сведение. Цена, качество просто а**ленная. Третий автор – Говард Филлипс Лавкрафт. Именно так зовут автора книг, которые я наиболее сильно люблю читать, несмотря на весь тот кромешний ад и ужас, который он описывает в своих книгах. Сам автор достаточно сильно зациклен на криповых вещах, поэтому я советую вам обзавестись пачкой памперсов с большим объемом для взрослых, закрыться дома на ключ, желательно одному, и с упоением начать читать эти превосходнейшие книги. Лавкрафт часто позиционируется как писатель, который может уместить свои рассказы в нескольких десятках страниц. Поэтому, если у вас, как и у меня, слишком мало времени для того, чтобы уделять его еще и чтению, Говард Филлипс Лавкрафт – это то, что нужно. Собственно, если бы не Дина рассказывал, я бы вряд ли начал бы читать его в свое время. Размер важен. Кстати, по мотивам рассказов Говарда Филлипса Лавкрафта был написан мой трек «Пробудись». Ссылка на него находится оттуда. Там, кстати, ремикс должен выйти в скором времени, ну или уже вышел, если ты запоздал с просмотром этого видео, так сказать. Поэтому, если интересно, чекайте. А говорю я вам об этом, чтобы вы понимали, в который раз, что все, что вы пропустите через себя, отразится в какой-то мере на вашем творчестве в том числе. Ну и теперь, конечно, список произведений Лавкрафта, которые я хотел бы вам порекомендовать сегодня. Но не забывайте, что это все лишь мое видение его творчества, и я посоветовал бы вам прочитать остальные его рассказы тоже. Эдгар Алан По, наш четвертый писатель-мистик, который также писал детективы и создавал книги, наполненные леденящими кровь историями. Собственно, именно им вдохновлялся никто иной, как Говард Филлипс Лавкрафт при написании своей жести. Спойлер. На самом деле, в творчестве этих двух писателей нет ничего сверх мистического или сверх ужасного, от чего можно было бы обделаться, как в недавно вылупившийся младенец. Да, некоторые истории весьма жутковаты, но безумно интересные. А те, кто называют их максимально страшными, скорее всего, не сталкивались с реальной жизнью, в которой иногда все более по жести идет. Например, когда ты на вписке уснул и проснулся в военкомате. Для многих не секрет, что сам Стивен Кинг вдохновлялся. Рассказами Эдгара Алана По и лестно о нем отзывался. Да и не только он, на самом деле, многие пиздили. О-о-о-о, извините, вдохновлялись идеями Эдгара Алана По. Этот автор очень сильно повлиял на многие жанры и сделал их такими, какими мы знаем их сегодня. Че-то забыл. А, список рассказов Эдгара Алана По, которые я вам порекомендую. И последний человек, чьи книги я посоветовал бы вам почитать, Эрих Мария Ремарк. Про этого человека ничего не буду рассказывать, кроме того, что он написал достаточное количество романов, чтобы войти в историю как потрясающий писатель. Именно его я советовал бы читать в последнюю очередь из-за немного более сложного языка чтения. Но именно его книги наиболее сильно помогут вам улучшить свой словарный запас. Обо всем остальном узнаете из его книг. Ну и, конечно, их список, которые я вам могу порекомендовать. Опять же, я немного синхронизировался с гуглом и выбрал для вас лучшие рассказы, естественно опираясь на свой опыт чтения. Так что, думаю, вам будет чем заняться ближайшие пару месяцев. Поэтому жду от вас, какое из произведений вам понравится больше в комментариях под этим видео, конечно. Это не школьная программа, и чтением вы занимаетесь исключительно для себя и для своего творчества. Учитесь меньше думать и больше чувствовать, коли уж вы занялись творчеством. Многие думают, что рэпера это просто необразованный слой населения, которому нравится рифмовать всякую дичь. Но нет. Это поверхностное мышление базируется на том, что когда какая-то херня выстреливает, а именно это обычно и выстреливает, то подобная музыка проникает и в жизнь людей, которые не слушают рэпчину. Ну а на этом видео наше подходит к концу, так как у меня, короче, сломалась камера, друзья мои. Поэтому, мазафакеры, оставайтесь профессионалами своего дела. Сегодня прощаемся вот так вот. Но вы знаете, что я вас очень сильно люблю, но не по-гейски. Всех обнимаю. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok